Велик шанс, что этот ролик выйдет 6 июля, и сегодня у меня день рождения. И нет лучшего подарка для меня к вам, чем полезный видос. Поэтому, если хотите меня порадовать, поддержать, ставьте лайки. Но, блин, это прям, ух, молодцы. Прям я вот сейчас кайфанул, а вы поймёте почему. Привет, с вами Велсаком, расскажу правдивую историю. Пишет мне как-то раз девушка, с которой я общался по рабочим вопросам, то есть ни друг, ни приятеля, мы там вот, соответственно, какую-то задачу выполнили, и я про неё забыл. Она такая, Валя, я знаю, что ты, собственно, разбираешься в технологиях, посоветую портативную колонку. Ну, ты начинаешь спрашивать, какую, зачем? Она говорит, ну, вот музыку на кухне слушать. А может быть, вот эту взять или вот эту? Я говорю, бери Яндекс.Станцию Мини и кайфанёшь, потому что с ней можно общаться, спрашивать у неё погоду, и музыку она играет хорошо. Она такая, ладно, я посмотрю. Через несколько дней пишет, говорит, охренительно, взяла. Я, говорит, музыку вообще не слушаю, я с Алисой общаюсь, винишко налил и кайфит. Вот человек порадовался. И вы знаете, с учётом того, что за последние несколько лет Яндекс очень много разных станций выпустил, как вы видите, в абсолютно разных форм-факторах встал вопрос, а какую выбрать, для каких задач? Понятное дело, что есть там самая новая, есть самая большая, есть маленькие, но их тоже несколько. Поэтому мы решили сделать Ultimate Digest, какую Яндекс.Станцию выбрать. И сегодня, после просмотра этого видеоролика, вы будете знать всё об этих колонках. Сможете не только выбрать для себя, но и посоветовать друзьям, потому что это отличный подарок. И даже если у кого-то есть одна, сегодня вы узнаете, почему хорошо к ней в пару заиметь вторую. Заварить что-нибудь вкусненького, попить, поесть. Начинаем. Поехали. Первая Яндекс.Станция поступила в продажу 10 июля 2018 года, так что мы сейчас отмечаем символическую годовщину. Зашлите мне эту красоту. Три килограмма технологий. Яндекс.Станция была во многом революционным продуктом, потому что это была первая, собственно, умная колонка с ассистентом на русском языке. Это был первый гаджет от Яндекса. И здесь были интересные решения. Помните HDMI, интегрированная история с телевизором? В общем, это было нарядно здорово. Она сейчас снята с производства, но при этом вы всё ещё можете её найти. Даже за весьма нехилые деньги. Я видел за 24 тысячи рублей. И, конечно, покупать её сегодня смысла я не вижу. Но если она у вас есть, это совсем другой разговор. Она до сих пор получает обновление, в том числе Алисы. И это гаджет, который со своей задачей справляется до сих пор, спустя 4 года на все 100%. У меня есть вот такая замечательная бумажка. Видите, Валентин, друг Алиса, а не кто-то там. И тут вот, соответственно, написано. Спасибо тебе, то есть мне, за то, что я в том числе принимал участие в разработке первой Алисы. Ну, давал ценные советы, скажем так. Хочется верить, что некоторые из этих советов в том числе применили в финальном ПО Яндекс.Станции. И мне прислали вот такую супер-пупер лимитированную версию последнего тиража Яндекс.Станции. И это, на самом деле, очень-очень круто. Она, видите, специально здесь вот так вот красиво украшена. И эту радость я оставлю себе просто как память. Очень нравится. Что же касается актуальных Яндекс.Станций, их сейчас 5. И между большой Макс и совсем новой Станцией 2 также имеется Яндекс.Станция Лайт в шести цветах. Яндекс.Станция Мини. Причем есть версия как без часов подешевле, так и с часиками. Вот такая прикольная подороже. И я предлагаю начать с этих малышек и перейти вот к этим вот ребятам. И, как вы понимаете, вопрос бюджета стоит всегда актуально. Самая дешевая, подороже, 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 самая дорогая. И, конечно, если говорить о бюджете, то все очень просто. Есть 6 тысяч рублей, берешь вот эту, радуешься. Есть 16, берешь эту. Есть 27, берешь эту и так далее. Но мы с вами сегодня поговорим об отличительных особенностях каждой из Яндекс.Станций и кому они подходят в лучшем виде. Конечно, когда речь идет о выборе гаджета, цена вопроса решает во многом. Если у тебя есть 7 тысяч рублей, хоть ты тресни, ты берешь Яндекс.Станцию Мини и кайфуешь. Есть побольше 17, Яндекс.Станция 2, твой выбор. Максимально 27, пожалуйста, Макс, то, что нужно. И вот так вот. Но я в этом ролике хочу вам рассказать, для чего конкретно Яндекс.Станция подходит и по каким критериям стоит выбрать одну и вторую. И почему, возможно, вам не нужна Макс и Мини ваш выбор. Вот в такой логике мы с вами сегодня и будем общаться. В этом моменте хочется сказать о колонках от сторонних производителей с Алисой. Их на самом деле не очень много, там что-то LG делал, JBL. И по понятным причинам это происходит, потому что сами продукты от Яндекса настолько кайфовые, что вклиниться здесь в какой-то сегмент очень сложно. Именно поэтому Яндекс закрыл всю палитру. И сегодня, если вы хотите какую-нибудь красоту, вы берете Яндекс.Станцию и кайфуете. Потому что и по дизайну, и по звучанию, и по железу вообще Яндекс прям молодцы. Вот что касается своих колонок, своих станций, они прямо заморочились и сделали все как нужно. Мы пойдем от меньшего к большему и стартуем с Яндекс.Станции Lite. Здесь все достаточно просто. Шесть цветов, причем все такие интересные. И основная фишка в том, что разный цвет влияет на разный характер Алисы. Она может несколько по-разному отвечать на одни и те же вопросы. Но это скорее такая приятная фишечка. Из интересного. Здесь у нас с вами 5 ватт звука. И это неплохо, потому что у первой Яндекс.Станции Мини, которая тоже снята с производства, было всего 3 ватта. То есть здесь у нас с вами произошел, ну если не апгрейд, то как минимум стало поинтереснее. Но это все еще устройство не столько для прослушивания музыки, сколько для умного дома и общения с Алисой. Хотите спросить погоду, узнать ситуацию, запустить утреннее шоу, либо же подарить этот гаджет кому-то из своих детей, чтобы они общались? Вот это Яндекс.Станция Lite. Прикольный яркий дизайн, адекватная цена, 5000 рублей. И вы в деле. В комплекте у нас с вами в смысле всех станций будет все стандартно. Это блок питания. В данном случае он, смотрите, какой USB-C с обычным блоком. Поэтому, если что, вы сможете еще и смартфон зарядить. Тут всякая приятная мелочь в виде, например, стикеров в том числе. Смотри, какие симпатичные. Мне вообще кажется, что когда компания кладет стикеры в свой продукт, это показывает уровень подхода. А также быстренькая инструкция, гарантия, все дела. В этом смысле мы не будем останавливаться на комплектах всех колонок подробно, потому что они похожи. И мы это делали в обзоре на каждую из них. Как самый первый гаджет. В подарок. Офигенно. И в дополнение. Но тут важный момент. У вас есть, я не знаю, ситуация. Вы хотите ставить будильник в спальне. Вы хотите, чтобы она ставила таймер на кухне. У вас уже есть Яндекс.Станция первого поколения. Либо какая-нибудь большая Яндекс.Станция Max. Вот это вы берете и с помощью нее совершенно спокойно управляете своим умным домом. И вообще, в принципе, общаетесь с Алисой в любом месте. Вот это прям вот must have. Если вы не знаете, что подарить своему, там, не знаю, близкому человеку или вообще что-то презентовать. Яндекс.Станция Light это то, что нужно. Разные цвета. Очень кайфово. И каждый найдет то, что ему нравится. С учетом того, что она очень простая по дизайну. Она такая вандало-стойкая. Ее без проблем можно давать, в принципе, маленьким детям, которые будут с ней дружить, общаться и так далее. Она прям вот то, что нужно. Четыре микрофона. Сверху управление все очень просто. Кнопка выключения микрофона на всякий случай. Кнопка активации Алисы. Максимально просто. Из минусов, ну, это не минус, это особенность. Здесь не самый топовый звук. Но его и глупо ждать от такого устройства. Она скорее больше про поговорить. Если же вы хотите музыки приятной, то это обновленная Яндекс.Станция Мини. Во-первых, сама по себе она имеет мощность 10 Вт. Здесь у нас 4 цвета. И если здесь вообще черный нету в Light, то здесь вот как раз классический вариант. А-ля черный, белый. Вот эти все приятные вещи. И смотрите, она уже и побольше, и понаряднее. В смысле того, что у нее оплёточка симпатичная. То есть она уже выглядит как маленькая действительно колоночка, понимаешь? Она прям вот симпатичная такая пусечка. Киллер фичи Яндекс.Станции Мини лично для меня является АУКС. Это офигенно. И вы можете с помощью вот такого маленького устройства оживить свои старые советские колонки, любую другую деревянную акустику. Мы воткнули 3,5 вот так вот в Алису через вот такой вот адаптер. Она даже неплохо прям играет. Нормально. В общем, это реально вещь. Здесь все то же самое. 4 микрофона, отдельная кнопка физического отключения микрофона. Я не знаю, почему наши люди об этом парятся, но тем не менее эта функция есть. И 10 ватт звука. Давайте, собственно, ее послушаем. Здесь у нас блок питания помощнее будет. И видите, у него уже не USB-C подключение, а свой штекер. Но вот опять же нюансы. Посмотри, как собран провод. Здесь, во-первых, с логотипом Яндекса такая резиночка. И здесь специальные клипсы. Не вот эти пластиковые, знаешь, закрученные, неприятные. А прямо хорошие, нарядные, интересные. Вот что касается сборки и качества самого продукта, здесь Яндексу низкий поклон. И очень хочется, чтобы они продолжали развивать эту тему и радовали нас все новыми и новыми гаджетами. С таким подходом я бы посмотрел на что-то другое от Яндекса. К вопросу о настройке Яндекс.Станции любых. На самом деле все стало супер просто. А на первых тебе говорить, что надо настроить. Либо запускаешь приложение Яндекс или умный дом с Алисой. Вот такая красота тебя ожидает. Ты просто нажимаешь кнопку подключить. Да. Продолжить. Выбираешь, в какой дом ты хочешь ее прописать. В данном случае это студия для меня. И все. Три шага. Настроено. Вот вам, кстати, лайфхак. Яндекс.Станцию можно прописать в одном доме. Ваша колонка настроена. Осталось только обновить прошивку. Пока она обновляется, продолжим. Смотрите, вы можете внутри дома создать разные локации. К этим локациям привязать, допустим, светильники, какие-то другие вещи. И когда вы говорите в спальне, выключи свет, тебе не надо даже пояснять. Потому что она знает, что она находится в спальне и вырубает свет в вот этом пространстве спальня. Это охренительно удобно. То есть вы можете, конечно, все это объединить, раскидать и управлять из любого места. Но так намного удобнее. Я вам говорю, как человек, которого умный дом управляет с Алисой. То есть у меня есть улица, у меня есть отдельно спальня, у меня есть отдельно комната. И это прям офигенно классно. И более того, у меня еще есть таймеры, сценарии и так далее. Об этом есть смысл рассказать вообще отдельно в видосе, как можно сегодня сильно упростить себе жизнь за вообще адекватные деньги. Поздравляю, еще одна колонка настроена. Теперь музыку можно слушать сразу на всех устройствах. Включим что-нибудь зажигательно везде. Вот она не просто так говорит. Сейчас поддерживается мультирум. И вы можете запустить музыку вообще на всех своих Яндекс.Станциях. Либо вы можете собрать их в стереопару. Здесь фишка в том, что вам нужны две одинаковые колонки. Например, две Яндекс.Станции 2. И они работают не просто как мультирум, играют одновременно, а реально как стерео. Мы сейчас попробуем. Итак, максимальная громкость. Включи музыку без авторских прав. Нашла что-то подходящее среди плейлистов других пользователей. Включаю музыку без авторских прав. Ну, что я вам хочу сказать. Конечно, тут какого-то прям пространства не ощущается в силу размера. Но звук чистый, достаточно громкий. В целом комнату там плюс-минус 20 квадратных метров вполне себе можно прокачать. Опять же, если вы слушаете музыку на кухне, либо вы настолько охренели, что поставили себе Яндекс.Станцию мини в ванной. Даже если включена вода, будет нормально слышно. В общем, кайф. Четыре микрофона позволяют вам с ней общаться вообще как положено. Ну и киллер-фича, вы можете говорить с ней шепотом. Ну, это относится к любой Яндекс.Станции. Алиса, как дела-то вообще? Ждала вас, не дождалась. Вот бы всегда так было. Смотри, даже пикать начала тише. Докинув тысячу к Яндекс.Станции мини, вы за 8 берете вот такую же Яндекс.Станцию мини, только с часами. На самом деле, вот это прям ультимейт-история, как я и сказал, для спальни, для кухни, потому что там это смотрится очень-очень нарядно. Опять же, доступно несколько цветов, а здесь синий. Мне кажется, это очень стилево. Найдется, соответственно, место для любого интерьера. С точки зрения техники, это абсолютно идентичные продукты, отличаются только часами. Кстати, кайфово то, что пока устройство подключается, обновляется, есть специальный экран, где рассказываются основные фишки, что можно спросить, о чем можно поговорить, как это все работает. Прям молодцы, сделали очень сочно. Экранчик имеет приятную особенность. Кроме отображения непосредственно часов, он также показывает, что она вас слушает. Какая сегодня погода? Сейчас в Москве плюс 28. И может демонстрировать еще всякие вот такие приятные вещи. И отдельно в настройках можно выбрать время, когда экран гаснет. Если ночью вас это будет раздражать, пожалуйста, с 22.00 до 10.00 утра экран просто не работает. А еще на все современные Яндекс.Станции можно позвонить. Делается это из приложения. Нажимаешь одну кнопку. Вам звонит Валентин Петухов. Алло. Алло. Как слышно меня? Как слышно меня? Хе-хе-хе. Начинает фонить микрофон. На самом деле, я не знаю, как у вас, но у меня иногда бывают ситуации, когда я не могу дозвониться, например, детям. Срочно нужно встретить курьера, еще что-то. Человек занят своими делами, у него режим не беспокоить и так далее. Ты ему экстренно звонишь на колонку. Вариант пообщаться. Ну и вообще найти, где он там вообще ходит. Итак, с маленькими разобрались. Light. 6 цветов. 5 тысяч рублей. Отлично подходит для того, чтобы просто общаться с Алисой. Иногда можно послушать музыку. Mini. 7 тысяч рублей. Классная. В четырех цветах. Mini с экраном. Такая же классная, только с экраном. Уже можно слушать музыку. 10 ватт звука вполне окей. Можно их объединить, кстати, в стереопару. Теперь хочется поговорить о Яндекс.Станции Max. Ну, потому что про станцию 2 мы недавно рассказывали, и о ней чуть позже. А пока вот эта радость. Про нее тоже был отдельный ролик на канале. И это, конечно, ультимейт штука. 65 ватт звука. Подключение к ТВ. 4К. Dolby Atmos. Welcome. На случай, если вы хотите все в одном, максимально круто, максимально сочно, вот, собственно, для этого вам понадобится Яндекс.Станция Max. Ну, и если у вас очень много денег, и вы такие, хочу, чтобы было по красоте. Вот тут появляется, собственно, Яндекс.Станция Max. Причем она также доступна в четырех цветах. И здесь у нас внезапно в комплекте пульт. Почему? Потому что, как я и сказал, она, как и первая Яндекс.Станция, может подключаться к телевизору. При этом поддерживается 4К. В комплекте, кроме всего прочего, кстати, отличие, идет HDMI кабель, причем в версии 2.0, симпатичный. Ну, и, конечно же, блок питания у нас, опять же, достаточно мощный, свой, приятный, красивый, все как обычно. Пять активных излучателей, один пассивный. Это, блин, конечно, уровень. Звучит Яндекс.Станция очень достойна, именно в Max исполнении. У нее вот такой вот дизайн, похожий на то, что мы видели, собственно, в первом продукте. В этом смысле здесь все, скажем так, в том же самом дизайн-коде. И вы знаете, она, ну, реально симпатичная. Она симпатичная, и у нее, поскольку это уже серьезный гаджет, есть кроме HDMI также Ethernet. Подключение на случай, если вы хотите быстрый интернет для вашего, в том числе, 4К-видео. В этом смысле молодцы. Также AUX. И здесь у нас с вами 7 микрофонов, понимаешь, 7. И еще один в пульте, чтобы тебе было совсем хорошо, чтобы тебе, в случае чего, через всю комнату не кричать. Хотя, на самом деле, она очень адекватно тебя услышит. Но на всякий случай, чтобы не кричать, ты такой, Лисун, сделай протишу, и все, и нормально. Я либо забыл, что она так делает, либо... Привет, это Алиса. Рада знакомству. Вау! Тут у нас даже есть прогресс бар. Ну, и как вы видите, здесь также есть экран, но он уже более интересный. Он может работать как визуализация проигрыша музыки. Также есть световой индикатор сверху. Вот это кольцо приятное в целом, которое еще и цветом показывает, какая у вас громкость. Но главное, конечно, слушать, потому что 65 ватт, это есть 65 ватт. Пока наша Яндекс.Станция Макс применяет обновления, вот что вам скажу. Если у вас уже есть Яндекс.Станция, зайдите в ее настройки, не поленитесь. Там постоянно добавляются какие-то интересные, классные штуки, как раз с обновлением прошивок. Есть эквалайзер. В том же Яндекс.Станции Мини с экраном есть автояркость. Он еще и подстраивает яркость экранчика под окружающую среду. И так далее, и так далее. То есть вы можете много чего интересного там найти. Я уверен, что многие из вас не знали, что можно звонить на Яндекс.Станцию и многое другое. Например, если у вас есть дети, вы можете включить безопасный режим, ну, чтобы она в случае чего не нашла лишнего и не сказала ненужного. Стоит отметить, что с Яндекс.Станцией Макс идет пульт первого поколения, и у него есть ИК-сенсор, если вы хотите управлять громкостью с телевизора. Но вообще это Bluetooth-пульт, и вам не нужно конкретно в колонку нажимать, чтобы она вас распознала и услышала. Он в целом со своей задачей, конечно, справляется, но вот модуль 4К приятный, вот там что надо пульсу, там прям хорошо. Но здесь soft-touch пластик такой, и опять же здесь встроены микрофоны. Сначала, чтобы пульт начал работу, выдерните пластиковый хвостик между батареек. Потом найдите на пульте две кнопки. Кнопку с домиком и кнопку уменьшения громкости. Нажмите и удерживайте их одновременно. Та-дам! Пульт готов к работе. Можете менять им уровень громкости и переключать треки. Жмяк на кольце пульта вправо, переход к следующему треку. Жмяк! Жмяк влево, возвращение к прошлому треку. Та-дам! Жмяк! Мне нравится такой подход. Ну то есть типа прям кайф. То есть ты нажимаешь такой, чинь-чинь. И смотрите, экранчик вообще многофункциональный. Он показывает и громкость, и все такое. Ну давайте вот на восьмерочке нажимаю кнопочку. Включи музыку без авторских прав. Но сложно будет вам, в общем, в видосе, конечно, качество звука оценить. Но если я говорил, что здесь глубина не чувствуется, то вот здесь она чувствуется более чем... Скажу даже, что стол дрожит немножко. И это у нас трек с музыкой без авторских прав. Потому что мы на ютубе, если поставить какую-нибудь композицию качающую, кайфовую, то будет прямо... Я тебе говорю, аж стол дрожит. Если хотите подробнее узнать о видеофункциях Яндекс.Станции Макс, приглашаю вас в наш полноценный видеоролик. Распаковку первых впечатлений. Я там об этом рассказываю. Но вы и так знаете, что эта штука действительно классно справляется с этой задачей. Более того, если у вас какой-нибудь простенький, фиговенький телевизор, и у вас там, ну, такой себе звук, то вот эта вещь будет вам заменять и саундбар в том числе. В общем, Яндекс.Станция Макс, это когда ты хочешь действительно максимально все ништяки. Максимальное качество звука от Яндекса, максимально возможностей, все как положено. Действительно симпатичное до сих пор, выглядит классно. Вот этот дизайн, несмотря на то, что технически ему уже там 4 года, он все еще выглядит классно. И вот мне персонально вот этот красный вариант заходит очень. Он такой прям свежий. Ну и экранчик многофункциональный. Вы видели, что здесь и визуализация, и всякая полезная информация как положено. Яндекс.Станция 2. Вверх она относительно недавно вышла, и мы с вами весьма подробно про нее говорили, но сейчас доступны 3 новых цвета. Если вы думали, что это синий, нет, это кобальт. Еще существуют медные и, говорят, даже песочные. И смотрите, 17 тысяч рублей, вот на мой взгляд, это прямо вот ультимейт решения. Почему в том числе? Яндекс.Станция Макс стоит 27. Да, в ней 65 ватт звука. Здесь, ну, всего 30. Но за эти деньги вы берете 17 тысяч раз, вы берете себе Яндекс.Станцию Мини за 7.2, и вы можете еще себе замутить вот такой вот замечательный модуль. Причем, обратите внимание, здесь уже симпатичный современный пульт. Вы все это можете объединить. Более того, модуль вы можете объединить вообще с любой Яндекс.Станцией и кайфовать. И вот мне кажется, что комбинация вот такая вот, за те же плюс-минус там 27-8 тысяч рублей, вот эта ситуация вин-вин. Но Яндекс.Станция Макс, это все-таки тоже действительно классный продукт. Однако, давайте соберем вот эту радость с вот этой радостью, и у нас есть еще медная радость. Зашлите медную. И мы с вами запилим стереопару и послушаем их вместе. К вопросу о прогрессе. Здесь уже так вот за хвостик тянешь, и происходит надрез, надрыв. Снимаешь пленочку вот так вот, немножко варварски, но тем не менее. Здесь вот у тебя на коробочке вот это все, понимаешь, текстура приятная, ты кайфуешь. Здесь опять же тянешь. Вот видно, что люди работали. Вот так открываешь, вот так достаешь. Вот такая фантастическая радость. Здесь все написано. Стикер вот так вот убрал, красавчик. Сверху, кстати, есть экранчик. Он скорее как информационный не очень годится. Он просто симпатичный со своими приколами. Ну, в общем, тут вот все прям хорошо. Быстренько все это настраиваешь и стереопару собираешь. Смотрите, у нас сейчас подключены две Яндекс.Станции. И если я сделаю вот так, включи Billie Jean везде. И на самом деле, если бы были подключены маленькие, то играл бы вообще везде. Но это прикольно, если вы передвигаетесь по дому. Например, там ванна, кухня, спальня. Пока одеваетесь, собираетесь, всю рутину утреннюю делаете. Играет музыка везде. Кайф. Но нам нужно сейчас создать стереопару. Это другая история. Это полноценное стерео. Все работает без проводов. Заходим в приложение. Нажимаем соответствующую кнопку «Собрать стереопару». Хотите объемный звук? Конечно, хочу. И я выбираю, что у меня есть вот Яндекс.Станция 1 и Яндекс.Станция 2. Синенькая будет левой. Это правый, правильно? При этом у вас одна станция будет отвечать, вторая в пассивном режиме работает. Ну, у нас пускай это будет кобальт. Ага. Стереопара создана. Вау! Я просто, кстати, ни разу не делал так. И смотри, громкость регулируется на них вместе. Охрененно. И теперь, если я сделаю вот так, включи Billie Jean. Совсем другое дело. Ну, вообще кайф. Вот тебе уже и два раза по 30. И на самом деле, слушайте, за эти деньги, за 34 тысячи рублей, ты получаешь действительно очень кайфовое качество звука, умного ассистента, стилево. Причем именно синяя и красная выглядят вообще кайфово. Блин. Рассказывал о Яндекс.Станциях весь видос, и сам такой, ааа, офигенно. Слушай, стереопар кайф. Но напомню еще раз, что вы можете сделать и маленькие колоночки в стереопару, если что. Ну, вот это прям сетап мастхэв. А если два макса объединения будет вообще разрывная, блин. При этом давайте еще не забывать, что Яндекс.Станция 2 это и хаб умного дома, потому что поддерживается протоколы Zigbee, и там вообще все элементарно настраивается. Но еще раз скажу, что про умный дом это отдельная история, и мы, наверное, все-таки снимем этот ролик. Я уже пятый раз, блин, повторяю. Но раз уж заявил модуль, давайте взглянем на обновленный пульт. И еще раз, все те функции, которые вы потеряли в Яндекс.Станции 2 в сравнении с Яндекс.Станцией первого поколения, либо Максом, вы можете на изи вернуть с помощью вот этой радости. Здесь все делается супер-пупер просто. Сам модуль, и к нему идет вот такой стилевый пульт. Пульт, причем, ну, обрати внимание, ты просто посмотри на этот пульт. Вот, вот, вот это прям вообще ван лав. Вот это прям вообще классно. Поэтому хочется, чтобы к Максу вот что-то подобное клали. Ну, это прям... Ну, и сам модуль подключается по HDMI, понятное дело, и питается по USB. USB-C, HDMI, все как положено. Здесь живет Яндекс.ТВ. И это действительно классное решение. Даже если у вас есть смарт-ТВ, вы с помощью этой штуки сможете во многих случаях свою жизнь упростить. Особенно, если там, прости господи, Android. Итого, друзья мои, еще раз напоминаю по ценам. 5, 7, 8, 17, 27. С точки зрения все в одном, Яндекс.Танция Max One Love. Действительно, мощно, круто, симпатично. Экранчик, кайф-пульт. В комплекте подключил к телеку. Не подключил к телеку, просто мощная колонка. Это базовое решение пообщаться с Алисой, дать детям поговорить, подарить друзьям. Классно. Вот это более комплексное решение. Уже можно и музычку послушать, где-нибудь у себя в ванной поставить. Это в гостиной, это в ванной кайф. С часиками отлично для спальни, там, где часики могут пригодиться. Ну и Яндекс.Танция 2, как некое среднее решение. Вот если вы хотите себе классную колонку, и не знаете, что выбрать, берете Яндекс.Танция 2 в цвете кобальт, и кайфуете в полный рост. Берете потом через время вторую, объединяете в стереопару, и кайфуете в два раза сильнее. Потом докупаете модуль, подключаете все это к телеку. У вас стереоколоночки, приятные у телевизора, музыку играют, в видосах звук обеспечивают. Потом докупаете вот эту, и началась жизнь. Зигби, всякий умный дом себе начинаете строить, светом управляете, говорите, хочу смотреть кино, сценарий включился, тут красный, тут выключило, все как надо. В общем, это дивный новый мир. Поэтому, если вы вдруг сейчас киснете, и не знаете, чем себя развлечь, пожалуйста, welcome. Качество продуктов очень достойное, в этом смысле молодцы. Ну, то есть, я даже не знаю, это, знаете, продукты, у которых прям нету очевидных минусов, есть нюансы, да, что здесь нет AUX, ну, извините, он здесь есть, а здесь нет HDMI, так он здесь есть, а можно модуль купить. То есть, это продукты, которые, в общем, очень адекватных денег стоят. Вот в этом смысле, соотношение цена-качество-возможности соблюдены, на мой взгляд, на все 100%. Ну, и, конечно, я не могу оставить вас без подарка, друзья мои, давайте так, вот у нас есть красная Яндекс.Станция Max, и вот такая вот медная Яндекс.Станция 2. Вот эти два приза мы и разыграем. У нас в Телеграм-канале, описание к этому ролику читайте, смотрите, какие там полные правила, чтобы все сделать как нужно, там три кнопки нажать, вы меня знаете, и через неделю одна вот такая, и одна не менее вот такая, уедет кому-то из вас. Ну и, собственно, по ссылочке в описании вообще переходите, там полезная всякая информация, в том числе, как что выбрать Яндекс.Станцию для удовольствия. Спасибо за то, что смотрели этот видеоролик, ставьте лайк, если было интересно, полезно, если залипли, захотели себе что-то купить, и, собственно, еще раз, на мой взгляд, это прям очень-очень хорошие продукты, которые однозначно не оставят вас равнодушными, и то, как прокачали Алису вообще, вызывает более чем уважение, потому что она сегодня может тебе и утреннее шоу обеспечить, и пообщаться, и пошутить, и рассказать какие-то новые факты, прям очень круто. Ты просто говоришь, кто такой Вилсаком? По данным русской Википедии, Вилсаком – российский видеоблогер, техноблогер, обозреватель разных гаджетов и техники, бывший юрист. Рассказать еще? Давай. Вилсаком родился 6 июля 1985 года. Место рождения – Москва, СССР. Подписчики – 10,1 миллиона. Просмотры – 2426 миллионов. Возраст – 36 лет. Полное имя – Валентин Валерьевич Петухов. Прям просто… Все рассказала.